Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Билышева. Кадровый голодомор. Почему обещанный набор в нацполицию в Николаевской области так и не начался? Дело Кривого озера. Суд оставил под стражей второго из арестованных полицейских. На ватт золота. В Украине вступили в силу повышенные тарифы на электроэнергию. Госспецсвязь рекомендует, как сегодня заработала отремонтированная система электронного декларирования для чиновников. Валютная дамба. Стали известны сроки рассмотрения украинского вопроса в МВФ. Обещанного, как известно, три года ждут. В Николаевской области, где последние недели не утихают скандалы с участием полицейских, до сих пор не запущен набор в нацполицию. Отчего и когда возник этот кадровый голод в правоохранительных структурах, и почему конкурсная комиссия была сформирована только сейчас? Узнаем у моего коллеги Кирилла Ющишина. Он сейчас с нами на прямой связи из Николаева, где буквально час назад, собственно, завершилось заседание этой самой комиссии. Кирилл, здравствуй. Расскажи, что решили и что мешало начать набор вовремя? Здравствуйте, Наталья. Начну с того, что, напомню, неделю назад глава нацполиции, хотя Деканаидзе после визита во взбунтовавшееся Кривое озеро, расформировала отдел в поселке и уволила областное руководство полиции. Это плюс к тому, что после переаттестации силовиков в Николаевской области и так была острая нехватка кадров. 809 вакансий – это 30% личного состава. Тогда Деканаидзе пообещала немедленно начать набор новых сотрудников из числа гражданских. Я дала уже команду нового начальника, чтобы с понедельника уже срубить все для того, чтобы объявить набор. Мы будем набирать следователей, мы будем набирать участковых. В понедельник, во вторник набор будет открыт. Сегодня четверг, но до сих пор набор не начался. Оказывается, в конкурсной комиссии не было представителя главы МВД, как того требует закон. Назначить его не могли несколько месяцев. Вчера николаевские активисты и журналисты обратились к министру внутренних дел через Фейсбук. А уже сегодня, спустя месяцы после переаттестации, в город приехал представитель главы МВД Алексей Дяченко, адвокат из Бучища. Сам Дяченко не знает, почему выбрали именно его. Сегодня же в срочном порядке в Николаеве собрали всю конкурсную комиссию, в которую входят депутаты и представители полиции. Проголосовали за то, чтобы завтра приступить к набору новых кадров. Что же касается мажоров, которые во вторник устроили драку в центре Николаева, то сегодня они пришли на допрос, во время которого им объявили о подозрении. Явиться должны были еще вчера, но не пришли. Напомню, после уличной драки дебоширов полицейские не задержали ни сразу, ни в райотделе, где они тоже устроили скандал. Их просто отпустили домой. После обеда центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Артему Слободяннику, одному из защитников драки. Студия. Спасибо, Кирилл. Кирилл Ющишин о ситуации с набором полицейских в Николаевской области. И там же, в Николаеве, суд отклонил просьбу об изменении меры пресечения второму полицейскому, которого подозревают в убийстве жителя Кривого озера Александра Цукермана. Он останется в СИЗО до 25 сентября. Ходатайство адвокатов сержанта полиции Николая Хоменко сегодня рассматривал областной апелляционный суд. Подозреваемый присутствовал на этом заседании. Он заявил, что не причастен к избиению и убийству Цукермана. Якобы в этот момент он опрашивал его мать. Хоменко также утверждает, что погибший напал на сотрудников полиции с лопатой. Вот только куда она потом делась и как Цукерман в наручниках мог ее размахивать, Хоменко пояснить так и не смог. Я бачил, как он с лопатой выбегал из гаража. Дальше я побег. Это было далеко из обид. На осветленную территорию. Сколько метров вы правили? 50-60. Я абсолютно никаких противоправных, действий против Цукермана я не делал. Апелляционный суд продолжает, что ухода следствия законного и обрунтованного. И представ для ее согласования, про что просить апеллянт, нет. Напомню, вчера коллега Хоменко, сержант Александр Причепойда, тоже пытался оспорить меру пресечения, но суд и его оставил в СИЗО до 25 сентября. Третий подозреваемый просьбу об изменении меры пресечения не подавал. Всем задержанным инкриминирует превышение служебных полномочий и намеренное убийство. Эксперты установили, что Александр Цукерман погиб в результате пулевых ранений. Предположительно, один из задержанных несколько раз выстрелил ему в грудь из пистолета Флабер. Вчера в Кривом озере Александра Цукермана похоронили. Сотни пачек сигарет нашли полицейские в домах участников перестрелки возле Закарпатского Салотвина. Напомню, в результате контрабандных разборок во вторник вечером были ранены 4 человека. Один из них до сих пор находится в критическом состоянии. Все подробности узнаем у Марины Коваль. Сегодня полиция провела обыски в домах подозреваемых участников вооруженного конфликта. По неофициальным данным, их было 10 человек. Сразу после перестрелки ни один не был задержан. Некоторые спокойно сели в машины и уехали с автозаправки, где произошел инцидент. Мало того, никто из подозреваемых и не собирался прятать автомобили. Они спокойно стояли во дворах, когда пришли полицейские. Напомню, во вторник вечером на АЗС возле Салотвина встретились две группы. Одна местных из Тячевского района, другая приезжих Мукачевских. Скотка переросла в драку со стрельбой. Было вылечено автовки, на которых приехали эти бандиты на разбирки. И также вылечено грешевые деньги и 65 ящиков цигарок. Обшуки проводили в подозреваемых в Тячевском районе. Особы установлены и расшукаются. Стрелялись из-за долгов, говорит пресс-секретарь погранслужбы Украины. Местные контрабандисты якобы не поставили в Румынию партию сигарет, потому что их задержали пограничники. А возвращать деньги мукачевским партнерам отказались. Пограничники говорят, что не раз задерживали участников вооруженного конфликта в Солотвино, но отпускали. Нелегальная переправка сигарет в Украине не считается криминалом. Четверо раненых все еще в больнице под охраной полиции. По делу проходят как пострадавшие. Интересно, что один из них оказался сыном Николая Йовбака. Этот местный житель стал известен после прошлогодних событий в Мукачево. Тогда тоже возникла перестрелка между членами правого сектора, окружением нардепа Михаила Ланё и правоохранителями. Тогда Йовбак заявил, что является членом добровольческого формирования, которое помогает милиции. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. В растрате более Олег Макуха, бывший начальник одесской милиции, год назад арестованный за вымогательство взятки и на днях освобожденный за юридических проволочек из одесского СИЗО, находится в Киеве и, по его словам, скрываться не собирается. Ранее, я напомню, в военной прокуратуре, которая выступает по этому делу обвинителем, выражали большие опасения насчет того, что бывший милиционер может скрыться от правосудия. Поэтому мой коллега Руслан Смещук сегодня побывал в его киевской квартире и пообщался с ним лично. Это киевская квартира Олега Макухи, экс-начальника одесской милиции, которого год назад арестовали за получение взятки. Жилье на левом берегу столицы в относительно новом микрорайоне. Получил его 8 лет назад от МВД, рассказывает Олег Макуха сразу после освобождения из СИЗО. Напомню, из-за окончания срока меры пресечения бывший правоохранитель оказался на свободе. Он и направился сюда. В бега подаваться не намерен, уверяет освобожденный, но все еще обвиняемый Макуха. Буду я присутствовать на суде, поэтому это моя гражданская обязанность доказать свою невиновность в суде. Поэтому я буду 5-го числа, 10 часов, я буду на суде. Бывшего правоохранителя задержали год назад под Одессой прямо на трассе сотрудники военной прокуратуры и СБУ. По данным следствия, Макуха вымогал от предпринимателя 20 тысяч долларов за содействие в решении хозяйственного спора. И при получении первой части 15 тысяч был задержан. С кем работает? Говорите! Сегодня Макуха уверяет, он невиновен. Оно все сфальсифицировано. В отношении меня нет ни одного доказательства. Я за год находился в СИЗО. Ровно два месяца шло следствие, я его не затягивал. Именно в умышленном затягивании процесса и обвиняет Макуху и его адвокатов военная прокуратура. Год судебных тяжек, постоянное ходатайство защитников экс-милиционера, отводы служителей Фемиды. Именно из-за этого прокуроры не смогли просить о продлении меры пресечения. Следующее судебное рассмотрение по делу Олега Макухи состоится 5 сентября в городе Беляевка Одесской области. А пока экс-правоохранитель по закону абсолютно свободен. И придет ли на заседание, увидим. Руслан Смещук, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. В растрате более полумиллиарда гривен подозревают бывшего руководителя корпоративного негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Сегодня экс-чиновника задержала СБУ. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба ведомства. При этом фамилию задержанного не разглашают. Столичный апелляционный суд арестовал его на два месяца с правом внесения залога в сумме 2 миллиона гривен. Также СБУ сообщила о подозрении еще двоим фигурантам этого дела. Напомню, уголовные дела по факту этой растраты ведомство открыло еще в феврале минувшего года. Тогда выяснилось, что их сотрудники фонда разработали схему, благодаря которой перевели на счетах коммерческих структур 600 миллионов гривен. Сначала купили на них фиктивные ценные бумаги, а потом легализовали их через ЧП. В результате этой аферы пострадали более 10 тысяч сотрудников Нацбанка, участников негосударственной программы пенсионного обеспечения. И еще одного махинатора, сотрудника львовского филиала Укрзалезницы, арестовал Соломинский райсуд столицы. Напомню, что накануне его задержали детективы НАБУ совместно с коллегами из антикоррупционной прокуратуры. По информации бюро, он организовал схему закупок шпал по завышенным почти вдвое ценам, в результате чего госбюджет потерял 13,5 миллионов гривен. Свободу мошенника суд оценил всего лишь в 1 миллион гривен залога. Осень к нам пришла вместе с новыми тарифами на электричество. Платить за свет теперь придется на четверть больше. Кого коснется это подорожание и сколько еще этапов повышения ждет нас в ближайшем будущем? Выясняла Ольга Рыцарь. Людмила Алексеевна с мужем пенсионеры получают по 1300 гривен пенсии. Чверть общего дохода отдают за коммуналку. Экономят практически на всем. Электродуховку, в которой пенсионерка так любила готовить, не включают уже больше года. Для того, чтобы счетчик не намотал свыше 100 киловатт. Пока лето, в эти рамки семья вписывается. В среднем у меня светло получается 40, 50, 100 гривен. Мы на всем экономим. Мы на всем экономим. У нас мало. Семья користуюсь редко. А хиба только что-то подогреть когда-нибудь. А теперь уже и это отпадет в меня. Духовкой не користуюсь, майже колись користувалась. В связи с очередным подорожанием электричества, теперь придется платить вместо 100 гривен примерно 120. Именно этих людей, которые используют меньше всего электричества, и коснется самое большое повышение. В среднем на 25%. Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг еще 26 февраля прошлого года решила повышать стоимость в 5 этапов. И это уже четвертый этап. Для тех, кто потребляет до 100 киловатт, стоимость электроэнергии чуть превысит 71 копейку. Если счетчик намотает от 100 киловатт до 600 киловатт, уже гривня 29 копеек. Ну а если более 600 киловатт, придется заплатить почти гривню 64 копейки. До 100 киловатт годин взросла 57 копеек, стало 71, то есть 14,5 копеек. Это невеликые деньги, но это одинокие люди, понимаете, которые будут там закручивать все. Они будут даже чайник. Когда кипятят, они столько воды нальют, а не полный чайник. Тут нужно межу не перейти, за которую люди потрапят в энергетическую бедность, так называемую. Только за первое полугодие рост тарифов на электроэнергию составил почти 56%. Повышение будет и в следующем году. В частности, в марте 2017 ожидается очередной скачок. Как обещают чиновники, это уже последний этап. При самом минимальном потреблении до 100 киловатт придется платить уже 90 копеек за киловатт. 90 копеек за киловатт это якобы и будет экономически обоснованная цена и очень приближенная к европейским ценам, говорят эксперты. Только уровень зарплат и качество услуг разное. С подвышением тарифов не полепшивается качество услуги. Как были перебои, как были проблемы с тем же электропостачанием, отсутствие модернизации ремонта мереж, которые в очень взношенном состоянии перебывают. Обещанные пять этапов повышения тарифов не предел, прогнозируют эксперты. Они также считают, что вслед за населением вскоре больше будут платить за электричество и промышленные предприятия. Их нынешнее подорожание пока не коснулось. А значит и цены на товары и услуги тоже пока расти не должны. Ольга Рыцарь, Ольга Паломарюк, Валентин Белич. Подробности в телеканал Интер. Зависший запуск системы электронного декларирования для чиновников, которая в очередной раз стартовала сегодня, работает с ошибками. Об этом написали журналисты одного из интернет-изданий. Сотрудники этого портала не смогли подать декларацию о доходах. После авторизации на сайте отобразилась пустая страница. Позднее некоторые посетители ресурса сообщили о том, что им все же удалось зайти в систему. По информации СМИ, на сайте также отсутствуют декларации, поданные ранее. Напомню, накануне вечером нацагентство по предотвращению коррупции получило аттестат экспертов госспецсвязи на работу этой системы. В полночь сайт официально начал свою работу. С этого момента госслужащие, которые занимают ответственные должности, должны на протяжении 60 дней подать электронные декларации о доходах. В противном случае наступает уголовная ответственность. Впрочем, как и за недостоверную информацию. В госспецсвязи и нацагентстве по предотвращению коррупции ситуацию с ошибками в системе сегодня нам комментировать отказались, сослались на занятость. А Юрий Новиков, это директор компании «Миранда», которая, собственно, и разрабатывала эту систему, по телефону подтвердил, что действительно некоторые опции не работают. От нового транша МВФ нас отделяют всего лишь технические моменты, и Совет директоров может рассмотреть украинский вопрос уже в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил журналистом официальный представитель МВФ Гэри Райс. По его словам, в этой задержке в Вашингтоне не видят ничего необычного и надеются, что уже в середине сентября решение по новому траншу для Киева может быть принято. Нардепа-оппозиционера Вадима Новинского и митрополита Переяслова-Хмельницкого-Вишневского Александра вызвали в ГПУ на очную ставку. В июне священнослужитель написал заявление в райотдел полиции, обвинив Новинского в угрозах физической расправы. В ГПУ сообщают, что Новинский проходит по делу как свидетель, и обвинения ему не предъявлялись. Проведили следственные действия, и меня отпустили. Я там являюсь свидетелем в этом отделе. То, как эти вызовы делаются, и то, какое внимание этому уделяет пресса, здесь без политического давления не обошлось. У меня совесть чиста. Я живу по закону украинскому, и по закону своей совести. Я точно знаю, что закон не нарушал и не нарушаю. Мне бояться нечего. Тишина на линии фронта. С полуночи в зоне АТО не гремят тяжелые орудия боевиков. Что думают украинские военные об этом затишье, и как в прифронтовых городах прошел день знаний. Узнаем от Ярослава Кричко. На подступах к Горловке тишина. После полуночи зафиксирован лишь один неприцельный обстрел боевиков. С вечера неоднократно прошли пулеметные очереди, и в районе 4 утра аналогично прошли провокационные пулеметные очереди. Но главное, говорят украинские военные, боевики не используют крупный калибр. Наши солдаты надеются, артиллерия наемников будет молчать и дальше. Каждый думает про своих детей, племенников, которые сегодня идут в школу. Про день знаний. День знаний празднуют всего в нескольких километрах от крайних украинских позиций. В Торецке. Торжественная линейка, первый звонок и первые уроки. Но при фронтовых городах у них своя особенность. Украинские солдаты рассказывают, как действовать в случае возможных обстрелов боевиков. Но что такое война, эти дети знают не понаслышке. Практически каждую ночь накануне 1 сентября они слышали звуки взрывов и вражеских выстрелов на окраинах города. Страшно. Иногда родители оставляют дома меня. Потому что в такое положение страшно, конечно, ходить. Да, стреляют, конечно, но у меня такой крепкий стан, что я просто не просыпаюсь. Да, уже привык. В школе они не раз тренировались эвакуироваться в случае обстрела наемников. Оборудованные под укрытие подвалы жизненная необходимость каждой прифронтовой школы. То, что они несколько дней стреляли, так уже и мы, учителя, и дети родители адаптировались к этому. Конечно, это плохо, но надеемся, что вот то перемирие условное, да, оно все-таки будет постоянным. Показательной будет уже эта ночь, ведь большинство арт-ударов боевики в последнее время наносили в темное время суток. Ярослав Кречко, Александр Данилов, подробности, телеканал Интер. К соглашению о необходимости продолжения режима тишины пришли представители трехсторонней контактной группы. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарко Алифер после видеоконференции с участием всех сторон. Она пишет, что по отчетам офицеров до полудня 1 сентября на всей линии соприкосновения режим прекращения огня в основном соблюдался. Трехсторонняя группа призвала стороны соблюдать этот режим и в дальнейшем вопрос освобождения заложников остается наиболее чувствительным, пишет Алифер. СБУ не выясняло, каким образом житель Запорожской области Евгений Панов попал в Крым. Об этом сегодня заявил в Харькове глава ведомства Василий Грицак. Напомню, 10 августа на территории аннексированного полуострова Панова задержали сотрудники ФСБ. Его обвиняют в организации диверсионной группы, якобы готовившей теракты в Крыму. Грицак также отметил, что сотрудники СБУ не имеют никакого отношения к событиям на полуострове, когда были якобы предотвращены теракты. Также напомню, что после задержания Панова российские спецслужбы выложили в сеть видео его запроса. Он довольно четко отвечал на вопросы, называл имена тех, кто якобы опять же входил в состав диверсионной группы и рассказал о цели своего приезда в Крым. Тогда суд Симферополя арестовал Панова на два месяца. Я уверен в том, что это черговая заготовка российских спецслужб для того, чтобы потом спровоковать, можно подорвать будь-якое помещение или дом, жилое, или общественное место на территории автономной республики Крым, чтобы покласти вину на кого-то из украинских руководителей или представителей украинских спецслужб. Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода. Об этом журналистам сообщили высокопоставленные источники в Брюсселе. Ограничения для отдельных граждан РФ и ряда российских компаний будут продлены без обсуждений и консультаций до 15 сентября. Именно тогда истекает срок их действия. Напомню, санкции каждый раз продлевают на 6 месяцев, а ввели их еще в 2014 после аннексии Крыма. В черных списках оказались 146 человек и 37 организаций. Тем временем представители так называемой ДНР сообщили о якобы открытом дип-представительстве самопровозглашенной республики в Чехии. Событие это якобы опять же произошло в городе Острава. Там под видом некоммерческой организации презентовали так называемое посольство ДНР. МИД Чехии его не признает и украинская дип-миссия высказала свой протест и обеспокоенность по этому поводу. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика не может иметь никакой дипломатической миссии или консульства в Республике Чехия потому что это образование не является государством и Чехия не признает его государством. Учеждение которое некоторые называют представительским центром является всего лишь зарегистрированной по закону Чехии ассоциацией. Министерство иностранных дел Чехии не поддерживает и не будет поддерживать никаких отношений с этим центром. МЗС Украины высказали протест и вручили сегодня соответствующую ноту посольства Чехии в Украине. Это уже третья нота украинской стороны чехии в стороне. Узвершение до официальной Праги места вимога ввести всех необходимых заходов для перегляда решения заходов фактического открытия так называемого представительства туристической организации которая соперечит международному праву и двусторонним украинским чехским угодам. Украина стала одной из главных тем неформальной встречи министров иностранных дел ОБСЕ. Она сегодня состоялась в немецком Патздаме. Главные дипломаты стран-членов организации обсудили ситуацию на востоке Украины и еще раз заявили о необходимости реализации минских договоренностей. Тем временем немецкий Бундесвер готовится к тщательным проверкам. На что будут проверять новобранцев и кому закроют путь в армию? Узнаем от Татьяны Лагуновой. Уже пять лет в немецкую армию не призывают новобранцев. Воинскую повинность отменили и Бундесвер стал обычным работодателем, который набирает солдат на контрактной основе. Раньше всем желающим служить в его рядах нужно было предъявить справку о теперь рекрутов будут отбирать более тщательно. Проверкой желающих попасть в ряды Бундесвера займется специальный отдел службы военной контрразведки. Его задача вычислить среди потенциальных новобранцев радикалов. В первую очередь отсеивать будут исламистов. У властей Германии есть данные. Исламистские организации специально засылают на службу в армию своих людей, чтобы те получили хорошую подготовку и научились обращению с различными видами оружия. Эту информацию подтверждает и Бундесвер. По данным военных, за последние несколько лет в солдатских рядах выявили несколько десятков исламистов. И как минимум столько же уже после окончания службы уехали воевать в Сирию и Ирак на стороне ИГИЛ. Немало в немецкой армии также сторонников крайне правых и крайне левых взглядов. В будущем им тоже откажут при наборе в армию. Законопроект уже одобрило правительство, теперь его должны еще утвердить Бундестаг и Бундесрат. Так что в силу нововведения вступит еще не скоро. Ожидается, что обязательные проверки новобранцев начнутся только летом следующего года. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Посмотрите подробности и вот что у нас во второй части. Линейка во время затишья. Как прошел первый звонок в прифронтовых селах? Миллионы на перекрестках. Зачем Харьковская мэрия закупила светофоры по цене особняков? Преступление без наказания. Как в Черкасской области охотник, застреливший человека, купил свободу. Первый звонок сегодня прозвенел для более 400 тысяч первоклашек. И учиться они будут уже по обновленной программе. В чем состоит это новшество разбиралась Анна Каменева. Они такие крохи, но уже такие взрослые. Сегодня их первый день в школе. Этого дня говорят очень ждали. Я буду учиться. А ты хочешь в школу идти? Я хочу лекарем стать и работать в зоопарке. Школу хочу потому что там много можно научиться. Готовилась к празднику и Софийка. У нее сегодня важная миссия. Меня будут заручивать и я буду зенеть. И хотя праздничная линейка отныне необязательный атрибут Дня Знаний, во многих школах от этой традиции не отказались. Цветы, стихи, награждение грамотами и, конечно, гимн Украины с рукой на сердце подпевают даже первоклашки. Они, кстати, учиться будут уже по обновленной программе. Никакой техники чтения секундомера, изобрежки, таблицы умножения, домашку на выходные каникулы задавать не будут, оценки при всех называть тоже и никаких красных ручек. Червони это насамперед увага как-то. Они немного поспешили. Вы уже выкинули свои ручки? Нет, они еще в меня остались, купили, но и много зеленых потому что сказали, что допустима зелена черная ручка. Есть дети, которым нужно легшить программу, а есть дети, которых нужно больше апробатия пройдет, посмотрим, увидим. Нам немного страшно изменяться, потому многим учителям придется понимать, они будут изменяться свой стиль общения с детьми, искать других методов, других приемов. Но проблем в системе образования по-прежнему много. В этом году скаратили 169 школ по всей краине это очень плохой показатель. Это означает, что скорочение идет государственных дотаций. И если бы не допомога местным бюджетам, школам было бы очень тяжело. Мы никогда не проголосуем за бюджет, которым будет скорочение выдатков на освещение. Как это стало этого года. На 5 миллиардов скаратили выдатки. Для нас главное, чтобы выдатки на освещение увеличились. Это запорка того, что будет больше качественного освещения. Завтрашнего дня в этих классах они будут играть, творить и учиться. А сегодня первый урок. Что это звенит? А что он означает? Это урок. Анна Каменева, Ольга Саз, Данил, Снизар, Вячеслав Пролов. Подробности телеканал Интер. Первый звонок прозвучал и в прифронтовых поселках под Мариуполем. Провести линейку здесь удалось без ЧП, поскольку на передовой после нескольких недель интенсивных арт-обстрелов установилась хрупкая затишье. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. От этой школы до зоны активных боевых действий не более двух километров. Пока на фронте затишье дети и учителя проводят торжественную линейку. За последние полгода нашим военным удалось перестроить линию обороны и отодвинуть ее от поселка. Теперь сюда возвращаются все больше людей, а с ними и надежда на мирную жизнь. Мы будем учиться, мы начинаем учебный год, к нам приезжают дети, мы начинаем с полным составом педагогического коллектива, то есть учебный год должен быть настоящим, невзирая ни на что. Украинские солдаты тоже надеются, если не на мир, то хотя бы на перемирие. Сегодня первая ночь за последние несколько недель без обстрелов вражеской артиллерии, хотя ситуация по-прежнему нестабильна. Активность замечена, замечены движения транспорта, замечены передвижения личного состава, и на днях были замечены работа артиллерии, прилететь может в любое время, как показала практика, что обещание одно, а на самом деле, вот как полторы недели или две назад прилетело прямо населенный пункт. Замолчала артиллерия боевиков, но резко возросла активность разведки наемников. На некоторых опорных пунктах пришлось отбивать сразу по несколько атак вражеских разведчиков. не можем считать полностью режим тишины, оскільки были поодиночные обстрелы и интенсивно начали проработать диверсионно-разведевленные группы, так называемые ДРГ. тому, что Что они мониторят, что за этим будет следовать, пока что до конца не понятно. Несмотря на режим тишины, который установился на Мариупольском направлении, обстановка остается все еще напряженной. По данным нашей разведки, артиллерия боевиков по-прежнему находится на ударных позициях. И отводить ее противник пока не собирается. Александр Пантелеймонов, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. В зоне АТО сохраняется режим тишины. Об этом заявил Петр Порошенко во время своего выступления в Киевском политехническом институте по случаю Дня знаний. По словам президента, до полудня был зафиксирован всего лишь один неприцельный выстрел из стрелкового оружия. Не было ни артиллерийских залпов, ни танковых атак, ни выстрелов из минометов. Порошенко также отметил, что Украина требует освобождения украинских заложников и обеспечения беспрепятственного доступа представителей ОБСЕ. Вы знаете, какая ключевая условия обеспечения мира на Донбассе? Это 409 километров и 300 метров неконтрольованного кордона с Российской Федерацией. С днем знаний поздравил и учеников, и преподавателей, также и премьер-министр. На своей странице в Фейсбук Владимир Гройсман заверил, что уже в следующем году зарплаты педагогов вырастут, а образование станет одним из приоритетных направлений бюджетного финансирования. В частности, уже планируется увеличить смету отрасли на 10 миллиардов гривен. Кроме этого, глава правительства сегодня встретился с экспертами и министрами. Говорили они о том, как реформировать госслужбу занятости для того, чтобы создать реальные рабочие места. По словам министра соцполитики Андрея Ревы, сейчас на рынке труда 44 тысячи вакансий, но многие из них висят годами из-за низкой зарплаты. Половина предлагаемых рабочих мест с оплатой до 2 тысяч гривен, еще треть от 2 до 3 тысяч. Всего 1% вакансий – это работа, за которую платят более 10 тысяч. Гройсман предложил создать рабочую группу, дал ей месяц на разработку предложений по реформированию рынка труда. У нас реально 370 тысяч осіб каждый год пребывают на облике. Они безработные. Раз. На это мы витрачаем 6,5 миллиардов гривен вакансий. У нас есть реальные вакансии, у нас есть вакансии службы занятости, у нас есть неспівпадение запиту рынка работы с подготовленными фаховцами за святой. Мы не можем понять, каким образом мы перебудемо систему от двух социальных выплат на проживание, до стимуливания створения рабочих мест. Светофоры по цене особняка. В Харкове департамент инфраструктуры закупил 25 светофоров на, мягко говоря, кругленькую сумму. Например, один из них обошелся городской казне почти в 6 миллионов гривен. За что такие деньги? Разбирались наши корреспонденты. 25 новых светофоров должны установить в Харкове до конца следующего года. Согласно официальному вестнику госзакупок, за 25 новеньких светофорных объектов с видеокамерами и датчиками движения горожане заплатят фантастическую сумму почти 70 миллионов гривен. Один светофорный объект на проспекте Московском будет, скажем так, реконструирован за 6 миллионов гривен. 6 миллионов гривен – это больше, чем один дипломат, если гривенами его забить. И за эту сумму можно купить трехэтажный особняк. Мы видели в других городах тоже реконструкцию светофорных объектов. Ну, я видел миллион. В департаменте инфраструктуры Харьковского гурсовета оправдываются, мол, в эту сумму входит целый комплекс оборудования и работ. Установка полутора километров пешеходного ограждения, 122 дорожных знаков, нанесение 7 километров дорожной разметки, ну и, собственно, сам светофор. Стоимость, которая заявлена, она заявлена не за работу поменять 6 лампочек на светофорном объекте, а выполнение перечисленного уже мною строительно-монтажного комплекса со строительством канализации для прокладки кабелей, с заменой, собственно говоря, всех кабелей, с заменой всех стоек, с заменой всех светофоров на новые современные. Да, это стоит дорого. Все деньги по результатам тендера получит коммунальное предприятие, полностью подчиненное Харьковской мэрии, выяснили журналисты издания «Наши гроши». По какой схеме многомиллионные заказы отдают в нужные руки при формальном соблюдении тендерных приличий, объяснили юристы. Чем сложнее предмет закупки, тем легче манипулировать, поскольку ты можешь детализировать описание этого устройства с такой четкостью, что фактически окажется, что только один производитель подходит под эти критерии. Формально будет соблюдено полная конкурентная среда, все будут участвовать, по факту никакой конкурентной среды не будет. А спаривать результаты торгов могут и должны конкуренты, говорят юристы. О фамилии тех, кто зарабатывает десятки миллионов на банальных мероприятиях по благоустройству города, должны выяснить правоохранители. Светлана Шекера, Александр Яновский, Геннадий Вивденко. Подробности телеканал Интер. Индульгенция на убийство. В Черкасской области влиятельный бизнесмен остался безнаказанным после убийства 27-летнего парня. Ровно год назад, охотясь на кабана, предприниматель из карабина смертельно ранил Владимира Степика. Кто оставил охотника на свободе, разбирался Станислав Кухарчук. Эта трагедия произошла в ночь со 2 на 3 сентября минувшего года. Тогда компания местных предпринимателей приехала на кукурузное поле для того, чтобы поохотиться на дикого кабана. И это за несколько месяцев до официального открытия сезона. Один из участников этой королевской охоты, увидев тепловизор, силуэт несколько раз выстрелил в их сторону. Правда, добычей браконьеров стал не кабан. А 27-летний парень. Пуля из карабина попала Владимиру прямо в голову. Это архивное видео, снятое через несколько дней после убийства. Родственники парня требовали наказания для убийцы, но спустя год боятся об этом даже вспоминать. Как и свидетели. Не хочу я ничего. Не вам понимаете, я вам скажу, что я не хочу ничего. Бо я боюсь, у меня есть дети, я внуки. Я не хочу ничего. Их порушить не хочу. Дом Виктора в 20 метрах от кукурузного поля. Ночной стрельбе он не удивился. Браконьеры в этих местах частые гости. Да только утром узнал, что произошло. Говорит, компания пыталась замести следы преступления. Он там убитый был на поле на одном, а перенесенный был аж вот сюда, на второе поле. То есть парень. А, то есть его кто-то перенес, да? Те же перенесли, что убили. Черкасский журналист Александр Беспрозванный рассказывает, спустя три дня после преступления влиятельный бизнесмен сам пришел в милицию с повинной. Уголовное производство тут же переквалифицировали. Из умышленного в неумышленное убийство. Не было проведено полностью расследование. Не было установлено полную картину злочину. И, гипотетично, и, верно, это было сделано для того, чтобы приховать реальные обстоятельства злочина. Мы имеем ситуацию чергового Лозинского. А предприниматель Иван Задорожний в СИЗО не сидел ни дня. Продолжает заниматься бизнесом в канун годовщины той самой охоты. Иван Владимирович отправился в служебную командировку. Ну, это по вопросу. Хорошо, хорошо. Доброе. Ну, он говорит, что уже встретится, то только так. Но он сейчас доезжает до Киева. Дело закрыли буквально через три месяца после убийства с формулировкой по примирению сторон. Дескать, потерпевшие больше не имеют претензий. Прошение в суд подал гособвинитель. Заметно нервничая, прокурор поясняет. Убийца сам сознался. Был на охоте один, да и первую помощь хотел жертве оказать. Поэтому и перетащил тело. Были присутствуют адвокаты и стороны захиста, и стороны потерпевов, которые одноволосно заявили клопотание про извольнение от криминальной ответственности на представе статьи 46 Криминального кодекса Украины данного громадянина. Убийца не получил даже условного срока. А его сообщики, помогавшие прятать тело, и вовсе не упоминаются в материалах следствия. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Ребенок, как посредник, в этой истории впечатляет не столько размер взятки, как то, через кого передавали деньги. В Кировоградской области сотрудники СБУ и прокуратуры задержали с поличным сотрудника экологической инспекции. Эколог потребовал от предпринимателя 8 тысяч гривен за скрытие факта незаконной вырубки леса. За деньгами отправил 14-летнюю девочку. Когда курьер принесла часть взятки, эколога взяли с поличным. Уже открыто уголовное производство. Уличные беспорядки в Одессе, прямо возле мэрии, что не поделили активисты. Причем здесь Евровидение. Все подробности узнаем от Андрея Анастасова. С весны на площади перед Одесской мэрией стоял палаточный городок. Общественные активисты требовали отставки городского головы, обвиняя его в коррупции. И вот сегодня утром сюда пришли другие активисты. И самообороны, и автомайдана потребовали убрать палатки. Дескать, акция проплаченная и мешает празднованию Дня города, которое состоится завтра. Вновь прибывшие активисты стали ломать сооружение. Старожили сопротивляться, сжечь покрышки. То и дело вспыхивали потасовки. Били даже женщин, которые пытались отстоять палаточный городок. Полицейские наблюдали и вмешивались только когда дело доходило до откровенного мордобоя. Хотя обитатели антикоррупционного городка просили воспрепятствовать его сносу. Полиция отреагировала на вызов, не допустила массовых столкновений, не допустила каких-либо тяжких последствий данного противостояния. Сейчас активисты разгромленного городка пишут заявление в полицию и обвиняют своих уже бывших соратников. Дескать, три года назад все вместе стояли на Евромайдане, а теперь руками одних активистов власти убирают тех, кто им в данный момент мешает. Написал заявление, что избиение меня лично. И вот этим нападением руководили люди из Автомайдана и самообороны. Там были баллончики с следовательным газом, были дубинки. Там просто кулаками били. По факту беспорядков открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». Все, что после погрома осталось от лагеря протестующих, оперативно убрали коммунальные службы. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. И еще об одном конфликте в Одессе. Сегодня ночью неизвестные облили краской автомобиль Артема Вознюка, владельца местной сети кинотеатров. На своей странице в Фейсбук он написал, что это якобы месть за демонстрацию на законном основании фильма на русском языке с украинскими субтитрами. Чуть позже выяснилось, краской облили и стены одного из его кинотеатров. Ранее в Одессе активисты пикетировали киносеть Вознюка, обвиняя его в демонстрации русскоязычных фильмов, поскольку, по их мнению, в условиях гибридной войны с Российской Федерацией такое недопустимо. Остаться по-английски. Мэра города Дувор поймали на употребление кокаина. Но тот совершенно не в духе британской политики уходить в отставку не собирается. Какие аргументы он выдвигает, расскажет Светлана Чернецкая. Со времени назначения Нила Рикса мэром не прошло и полугода, а тут такой скандал. На видео, появившемся в Ютьюбе, градоначальник наклоняется над бачком унитаза и с помощью 20-фунтовой купюры вдыхает белый порошок. Обычно с появлением такого однозначного компромата британские политики без промедления и разбирательств увольняются, как это было в прошлом году с вице-спикером Палаты Лордов Джоном Сьюэллом. Утром в таблоиде опубликовали фотографии, где политик развлекается в обществе девушек легкого поведения и нюхает наркотики, а к обеду он уже подал в отставку. Но с мэром английского города Дувор так не получилось. Нил Рикс не отрицает. На видео запечатлен именно он и приводит целый ряд причин, по которым его не следует судить строго. Мол, во-первых, был пьян. Во-вторых, впервые в жизни употреблял наркотики. В-третьих, это было задолго до его избрания мэром. Впрочем, тогда Рикс уже был членом городского совета. Наконец заявил такое. Не помнит, что именно нюхал. Это вполне мог быть не кокаин, а порошок щербета. В Британии его используют для приготовления газированного напитка. В общем, настаивает. Его споили и подставили. И долгое время шантажировали этой записью. Расследованием инцидента уже занялась полиция, а тем временем горсовет Дувра встал на сторону начальника. Подчиненные обвинять его не спешат и находят неоднозначным время появления этой старой записи. А со стороны высокопоставленных политиков реакции пока нет. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Он снова хочет быть президентом. Книга Николя Саркази за неделю оказалась в топе продаж во Франции. В ней экс-президент объявил о своем намерении баллотироваться. Вообще, последнее время политик, кажется, только и проводит время на радио, телевидении и в соцсетях. Чем Саркази заманивает электорат на этот раз, узнаем от Софии Гордиенко. Он обещал никогда не возвращаться в политику, но на носу президентские выборы, на хвосте следователей с толстыми томами двух уголовных дел. В Саркази обвиняют в злоупотреблении властью и бахинациях с избирательными средствами. Так что приходится снова улыбаться в камеру. Франция заслуживает того, чтобы мы ей отдали все. Саркази нынче повсюду в книжных магазинах. Его опус в 240 страниц мелким шрифтом. Он смотрит с передовиц в газетных киосках, ежеминутно пишет рецепты спасения страны в Твиттере. Не обходится и без курьезов. В сообщении с призывом учить детей в школах французскому языку закралась грубейшая грамматическая ошибка. Но больше всего донимают соратники по партии, тоже мечтающие о кресле в Елисейском дворце. Фрэнсуа Фион, бывшая правая рука и премьер во время президентства Саркази намекнул. С такой репутацией бывшему шефу в политике не место. Быть галлистом это значит иметь высокие стандарты. А это значит, те, кто не уважает закон республики, не должны выдвигать свою кандидатуру. Как мы можем подавать пример, если сами не безупречны? Саркази удар выдержал. Франсуа Фион сказал, что в политику надо идти только людям с безупречной репутацией. Он был вашим премьер-министром. Это персональная атака? Он был хорошим премьером, и я не буду выставлять себя на посмешище, критикуя его сейчас. Вообще, лидер правых стартовал отлично. Умеет и паузу выдержать, и пошутить. В последний раз, когда я был на вашем канале, не в качестве президента, а гитару жене носил. Мы вот знаем, что Франсуа Олланд не любит богатых, но когда его жена написала книгу, то мы узнали, что и бедных он не особо привечает. Что касается серьезных вещей, то здесь бывший президент играет на чувства главных своих избирателей, пожилых буржуа, беспощаден к Буркинии, миграции и к мультикультурной толерантности левых. Я более чем довольна, и на него все мои надежды. Он лучше всех. Надеюсь, он пройдет. Пока рейтинг у экс-президента в прямом смысле не на высоте, но впереди еще почти 8 месяцев, и есть время снова пустить в ход свое знаменитое обаяние. София Гордиенко, подробности Европейское бюро телеканала Интер. Неожиданная покупка от Анжелины Джоли и экстремальный отдых Министерства туризма Сирии. Об этом не только в нашем обзоре. В американском штате Флорида на стартовом комплексе взорвалась грузовая ракета Falcon 9. В районе космодрома Канаверал был виден дым. При взрыве сотрясались здания, расположенные в нескольких километрах от стартовой площадки. Сообщений о пострадавших не поступало. Причина инцидента пока неизвестна. Взрыв произошел за два дня до старта ракеты, которая должна была вывести на орбиту израильский спутник связи. В Австралии к поимке крокодила привлекли полицейских. Фермеры с северной территории жаловались. Аллигатор держит в страхе всю деревню, питаясь крупным рогатым скотом. Стражи порядка совместно с рейнджерами установили в реке ловушку. Чтобы вытащить попавшегося в нее хищника, понадобилось изрядно повозиться. Длина гигантской рептилии почти 4,5 метра. Доживать свой век присмыкающийся будет на местной крокодиловой ферме. А две молодые канадки остаток жизни могут провести в тюрьме. Девушкам, активно размещавшим свои фото в сети Instagram, во время путешествий из Великобритании в Австралию грозит пожизненное заключение. У пассажира круизного лайнера Sea Princess, который пришвартовался в Сидне, нашли партию кокаина, стоимость которой оценивают почти в 23 миллиона долларов. По словам представителя пограничной службы Австралии, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо конфисковывали в стране на борту судна или самолета. Горячие предложения от Министерства туризма Сирии. Чиновники приглашают отдохнуть в охваченной войной стране. Даже специальный рекламный видеоролик выпустили. На кадрах отдыхающие на пляжах и растекающие воду катера. А в финале на экране всплывает надпись «Сирия всегда прекрасна». По сообщениям телеканала «Аль-Арабия» ролик сняли в районе города Тартус, на побережье Средиземного моря. Не проехала мимо. Анжелина Джоли, увидев двоих ребятишек, которые на обочине продавали большого игрушечного мишку, остановила машину и купила его. Битый час, восьмилетние близнецы стояли на одной из улиц Лос-Анджелеса со своим медведем, и никто не проявлял к ним интереса. Каково же было удивление мальчишек, когда возле них притормозила машина, из которой вышла звезда. Актриса купила игрушку за двойную цену. Продавцы получили по 50 долларов. Подробности Юэ. Это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова